Почему финны решили вступить в НАТО? Да потому что они уже делят мировое суд. То, о чем я сейчас говорю, знают все. То есть это очевидная для всех формула геополитики. То есть поражение России на Украине означает расчленение России. Расчленение России это означает появление большого количества территорий, которые подлежат освоению другими нациями. Правильно? Правильно. Значит, что делает разумный человек, если он президент Финляндии, когда появляется рядом с ним огромная территория, которая будет расчленена и разобрана другими нациями? Вот что делает разумный человек? Но вписывается в ту концепцию, которая... Абсолютно, да. Так же, как это сделала Финляндия в 1941 году. Она посчитала, что Гитлер победит. Если бы она считала, что Гитлер проиграет, она бы в войну не полезла. Только что закончилась Северная война с огромными потерями для Финляндии. Но она посчитала, что Гитлер победит. И, соответственно, захотела из принципа конкуренции наций взять свой кусок в виде той же Карелии и так далее. Правильно? Разумно Меннер Гейм поступил? Разумно. То есть разумно волк поступает, когда жрет зайца? Разумно. Это его природа волка. Вот природа любой нации расширяться, хапать другую территорию. Это природа конкурентной борьбы. Соответственно, как только такая возможность появляется, надо вписываться. Дальше этот президент Финляндии понимает, что если он сейчас не впишется, ему там американцы тоже свою ультиматуму дают, то в этом случае его самого распишут. Потому что сейчас он находится в балансе, сложившейся между Советским Союзом и Америкой. И вот в этом балансе конкурентной борьбы больших монстров, а наследник советского монстра конкурентного, это Российская Федерация, есть вообще Финляндия. Не просто как независимая, как говорят, со своим путем, не член НАТО, а в принципе она есть. Потому что если побеждает один монстр США полностью, то он жрет всех даже своих, так сказать, прилипал. Потому что для него это такие же конкуренты. Просто сейчас их жрать нельзя. Потому что если ты их сожрешь, то остальные мелкие прилипалы, Англия, Франция, Германия, они испугаются. Понимаете? Поэтому он так вежливо идет в связь с Финляндией, американцы. Но если они уничтожают Россию, то тут и Финляндия в этом не участвует, то ее просто ликвидируют. Зачем она нужна? Ну так, реально, да? То есть какая-никакая эта территория, какая-никакая природные ресурсы, какое-никакое население, которое можно использовать для войны с китайцами, например, и так далее. Так что это совершенно понятный выбор для финнов. Либо они прекращают свое государственное в случае победы американского плана, если они в нем не участвуют. Либо они в нем, участвуя, получают свою долю, о которой, я уверен, они уже сейчас тихоря с американцами договорились. Я уверен, что 100%. Вы же помните, что весь мир был поделен во Вторую мировую войну не только в Ялте и под Сдаме. Это в под Сдаме вообще просто закрепили решение. До этого Ялта, а до этого кто? А до этого у нас был Тегеран. То есть идет война. Только что победили в Сталинграде. Самый разгар. Огромная территория Советского Союза, там четверть, занята немецкими войсками. А в Тегеране делят мир. В случае победы. Понимаете, да? Кому какие территории, кому какие государства. Вы что думаете, сейчас по-другому, что ли? Нет, они уже это обсуждают. Здесь, я уверен, что те же финны получают конкретные предложения. Что будешь с нами участвовать, значит, не будешь, мы тебя кончим после победы, потому что ты, как говорится, предатель. Не участвовал в нужный момент, когда ты был нам нужен. А будешь с нами участвовать, получишь. Вот мы тебе нарежем вот эту часть, вот эту вот, не знаю, Карелию или что-то еще. То же касается Калининградской области и прочее.